мы над вами не издеваемся друзья но я же так понимаю что и всем привет друзья привет привет а это уже туда относительно пусть будет а так совсем да ничего не видно будет видно часть все так распаковка распаковка друзья в общем для тех кто вчера не был с нами мы замариновали сделали 5 рецептов шашлыка свиная шея и сейчас мы будем ее жарить вчера мы мариновали 5 рецептов с киви и с базиликом классический шашлык на всем постсоветском пространстве это делали потом у нас это что у нас а это измельченный лук на блендер с майонезом здесь у него из пиа из пивом до из пива здесь у нас этот свиная шея лук и томатный сок а здесь у нас куркума да что здесь у нас куркума это граната на гранаты да еще и граната мы с вами друзья а это куриные бедра куриные бедра с блюд ты можешь говорить здравствуйте христос воскресе христос воскресе воистину воскресе я тут подмастерий суше сегодня ты шеф нет а я слушаю сегодня шеф а я у него слушаю давай так ты мариновал неправильно мариновну ты же реально не придерживался короче ты вчера заварил эту кашу давай-ка ее и доваривать кто вчера заварил пусть он ее и доваривает фольгу мы пока откладываем фольгу мы пока откладываем по одной простой причине что я на диете да ну такая диета у нас не жесткая но жареные мне нельзя поэтому я буду запекать мясо в фольге для себя и для анатолича ну и кто еще захочет конечно же пожалуйста что мы делаем чтобы делаем но собственно мы сейчас чего мы все по одному по одному по одному шампуру с каждого скажу да по одному шампуру с каждым если потом будем дегустировать будет дегустировать мы будем только мясо друзья алкоголя у нас сегодня нет для дегустации нет потому что по одному 4 чтобы нам потом не перепутать так слава богу мы трезвый раз это не спасет давай давай так мы же мы стоим вот так вот были вдоль вдоль да а как мы зеркально будем жарить или будем жарить во первых все погнали сейчас мы так это у нас в гранатовом соусе а это гранатовом соки да друзья не путайте гранатовый соусы и гранатовый сок это у нас люди спасибо тебе огромный лютик это у нас гранатовом соки соки с куркумой написали что мы с киви зря мы оставили на ночь данным статью на что киви съест за ночь мясо мы его еще вот у нас киви базилий сейчас мы посмотрим сейчас мы посмотрим потому что в рецепте нам написали что с киви можно замариновать и уже через два часа можно жарить про гранатовый написали нет а какой тик ток тик ток ты миша да я сейчас одну шпагу сделаю и подыму выше немножко технические правки у нас там цен за сидит друзья это сам оператор так у меня наверно готова сейчас я с углями вопрос решу еще один мы идем конечно немножко ханули наверно то мясо надо было что поменьше бывает на что сделано то сделано угли у нас достаточно мы сейчас еще подкинем туда чтобы она там а нет или мы давай все сделаем да все эти сын все я все вместе поставим да мы ну конечно потому что это получается поджариться этим мы еще будем только делать так ну давайте тогда у нас тот самый с киви сейчас мы посмотрим съела киви мясо или не съела но не съела но хорошо как оно должно быть на ощупь оно должно быть каким-то нестандартным но слушать суде поэтому говорили что она его просто там разместит в труху но я вас мясо как бы друг я бы не сказал что она прям какое-то прям в труху размягченная вроде так мясо как мясо скользко 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 но наверно потому что тут одна труха от киви аккуратно чтобы я вам руку на не пробил не в принципе все нормально вы не переживайте что нам еще по кусочку так готова есть на что в киви смотри как вот гранатовом соке при том что мясо практически одинаково было на гранатовом соке уж не знаю из-за чего но не было такого лишь листья неслись а прям уже жир такой раз мы поправим я сейчас сейчас людмила владимировна вы не переживаете да что там не видно люди пишут а сейчас одну секунду за где наши салфетки салфетки у нас наверно салфетки на сборе сейчас жир да ты вот руки такие прям жирные жирные то ли это спасибо конечно за комплимент не злопамятный но я это запомнил с подполы будем сегодня салфетки так вы это самое не не просто не простаивать и потому что у нас огонь готов другой еще кипит а я подумал для друзей так что у нас происходит здравствуйте отлично супер атмосфера атмосфера супер следующий классический шашлык на уксусе классический шашлык на уксусе а сейчас как видно ты ты наверно может быть стоит напомнить что из кого мы делали ребят значит напоминаю как мы это все делали мариновали значит там где у нас куркума вот вначале у нас куркума кто там видит что мы туда добавляли лук лук куркуму гранатовый сок соль перец лук куркума гранатовый сок соль перец здесь у нас с вами значит свиная шея лук соль базилик и киви измельченная на блендере вот вы наблюдаете у нас с вами свиная шея лук на блендер майонез соль пиво пиво а с пивом еще да здесь у нас ко всему пиво 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 с майонезом и лук на эту на блендер пиво с майонезом и лук на блендер на вид конечно они все выглядят то бомбическим блин на вкус сейчас мы узнаем какое оно на вкус сам был фольге фольге ну что сейчас нормально я сегодня командую всем христос воскресе вы намекаете на то что я мы вообще ни на что не намекает ты сделаю себе звук пожалуйста потише а то ты видишь фониш там фоню ты нам мешаешь я фоню ты фоню ты фонишь я успела прийти кума уже на фоне ты фонишь ребята мы же рецепты это же ваши рецепты вы прислали рецепты и мы отобрали на наш взгляд как бы самые интересные и вот сегодня вчера вернее в прямом эфире это мясо замариновали и вот я меня прекрасно видно и остался у нас друзья шашлык с этим я директор передачи дубовицкая регина владимировна дубовицкая да александр у нас и такой рецепт присутствует без ничего просто классическая лук соль и специи без тупо просто классический ну я как бы александру говорю так же как он написал так алексу давай так мы сделаем нет мы же не путаем мы же не путаем я машу вам ручкой друзья машу я сижу и отдыхаю как никогда я буду дегустировать хорошо устроилась кума конечно я борщом вас накормила в обед вот теперь жду шашлыки я не голодный если честно друзья гарик маленькая приболел на этой неделе ничего не приболел что там рассказываешь я его вылечила евгений спасибо огромное всех с праздником христос воскресе все ребят посмотрите какая красота да вообще куркума разноцветно получил этот все там видно да да все видно все видно отлично все видно все все еще раз давай бурши борщик у нас был овощной вегетарианский с посолью можно сказать и так Сергей после рыбалки обострилось все что могло обостриться да после рыбалки обострилась у меня Люда посадила Люда меня посадила друзья на жесткую диету диету вы наблюдаете алекс спасибо огромное алекс меня просто закидал комплиментами алекс собака я начинаю ревновать алекс не собака почему я шучу алекс это шутка спасибо когда же мы увидим Люду Люда покажитесь друзья спите спокойно ну вам надо ребят я на поверьте я на нее насмотрелся за все 25 лет ничего хорошего там все стандартно как у всех ты еще не вылечился Игорь и что что я не вылечился предупреждаю Лёд я от любви никогда не излечусь Христос Воскресе слышишь меня? да не слышит она да слышу я тебя слышу я больна той же болезнью вся какого христос Воскресе это где это это здесь всем привет у нас там на самом деле погода сегодня очень хорошая алекс добрый день праздник а где это у вас все видно он смотри видишь вот поставь руку он все видно так ведет или нет друзья тут еще надо да у нас сегодня тепло до плюс 15 нет сейчас все упадет так половину мангала маленькую нет маленькую саму и подручку прямо кресток воскресе здравствуйте ну командуйте все это передача готовили за реком директор я франция пламенный привет да погода прям очень хорошая погода лондон привет киев привет красотища жарен шашлык вам надо с той стороны конечно мы же неправильно я начну я поставлю силы ты ждал и я тури дни шановни мы туту христос воскресе германия привет тише тише будет а то мне тут уже сделать замечание что я знаешь это нечего там тебе не делали набрала весу и камера во все стороны от меня ну что ты начинаешь литва привет с праздником село молодечно с праздником вас всех с праздником друзья казахстан привет всему казахстану большой привет а кракопакса в инсте мучиться кракопаксочка а мы-то здесь дома в смысле в инсте мучиться где она смотрела тебя в инсте и так понимаю кракопакса беги сюда здесь мужики работают а женщина только мешает вот так вот тебя кума получите распишитесь друзья будут запекать в фольге три кусочка мяса буду запекать в фольге три кусочка да но я щас их подготовлю прям специально тебе же эта кепка полетела серега красавчик христос воскресе серега ереван привет где пиво у нас томатный сок правда есть не пиво, а пиво для кума для папы шашлык не любит женских рук согласна я все лето жарила шашлык а кстати Люда все лето жарила шашлык так случилось в Минске пасмурно и дождь а у нас хорошая погода а гарик армянин нет гарик молдавалин в гарика на самом деле там много всего друзей да, про гарик молдавин среди армян я армянин нормально прям как это по-еврейски и все женщины наверное как и я сидят, наблюдают, отдыхают надо было вам Марченко позвать, друзья ой мы бы тут перебились зачем нам этот лишний рот да мы добрые лишний Марченко хуже пистолета хороший Марченко сытый Марченко а в Чикаго снег чикаго чикаго бус привет всем из Болгарии спасибо, друзья марина илюшка мы мечтаем вас побачить ой ой друзи вам воно треба не треба воно вам так приятно дивитесь когда кто-то работает очень приятно очень приятно всем нашим семьям привет всем нашим семьям здоровья друзья берегите себя и своих близких украина привет нет мы не болгары слушайте ну мы не болгары но это самое у нас есть у нас очень много знакомых и вообще в нашем селе откуда мы родом тоже очень много болгар у нас рядом очень много болгарских сел у меня у старшего сына жена болгарка он сейчас в Бургарии у нас дружба народов такие есть Караганда, Казахстан привет Христос воскресе от славы слава славка привет славка привет мы куда пропали слушайте ребятки я вас ненадолго как бы оставил но я обязательно обещаю вам вернуться на следующей неделе гарного вам святку Ваня дякую и вам гарного вы что из Молдовы родом да мы из Молдовы родом Бурятия на связи братья Буряты привет Караганда вот здесь тоже из Сочи из Эстонии из Кыргызстана расскажите о Болгарии пожалуйста свое мнение очень интересно к сожалению мы не были в самой Болгарии а вообще люди очень хорошие приветливые люди ребят везде люди да Казахстан привет Беларусь Ура Беларусь я тут я тут ребятки живой здоровый все хорошо со мной китайцы все все китай как как на Китай как на китай getting ready как будет Христос воскресе на улгарской нам же говорили с утра не горит спрашивают не не все под контролем Украина привет, Кишинёк, Астана, Беларусь, Казахстан, Волгоград, Литва, Арис, Сапианидис, Марина и Ирина Юрьевна. Я назвал ее Марина. Арис, только не говори, что я назвал ее Марина. Ирина Юрьевна и Маша. А, вот, Христос Анвиад. Спасибо, друзья. Уцумес, уцумес. Караганда. Селян пацанар, гагавузы есть, напишите. Друзья, есть гагавузы? Днепра, видишь, Денчик. Денчик, привет. Донецк, привет. Христос воскресе, друзья. Грузия. Да, есть гагавузы, кстати. Гагавузы, селян. Селян гагавузла. Христос воскресе, друзья. Гомель на связи. Не сгорит, друзья. У нас там все нормально. Смотрите, друзья, какие получаются прикольные штуки. Ты сказал три кусочка. Я по три кусочка в каждую ставлю. Ребят, представляете, что происходит? Напишите, кто каблук. Есть каблуки в эфире? Каблуки, братья мои. Напишите. Барнаул. Хэмол, from London. Hello. How are you? Ержан, привет. Ержан, привет. Ержан, привет. Ержан, спасибо тебе огромное. Кстати, Ержан первым оставил комментарий под видео, где я красил помадой яйца. Ержан, спасибо тебе огромное, Ержан. Нас тысяча человек. В смысле, вас тысяча человек? В тиктоке, в эфире. Тысяча? Да. Вы что, с ума сошли? Идите, бухайте. Ха-ха-ха-ха. Вам надо. Потеряли Гарика, соскучились за Гариком? Спасибо всем. Спасибо вам воскресе, друзья. Нет, это потому что я пришла. Да, это потому что ты сидишь комментируешь. Без тебя бы было вообще не интересно. Так я не понял, каблуки есть или нет? Ни одного я не увидела. Ни одного каблука. Я один в единственном экземпляре. Ну еще Марченко. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Марченко первый. Марченко первый каблук. Джерри, Серега, Джерри. Серега, Джерри, Китай. Се-се, Серега. Нихао. Нихао, Серега. Серега, ты когда в Белоруссии? Когда мы с тобой встретимся? Так, что ты... А, нет. Нихао. Бухао. Я каблук. Вот, Леон каблук. Слава богу, нашелся один нормальный. Братан, я каблук, еще один каблук. Сразу видно, что каблуки. Видишь, сидели такие там. Писать, не писать. Каблуки, они каблук. И тут на тебе раскрылся. Они не сидели, они ждали, когда им жена разошла. А, когда... А, Антка. Можно я скажу Гарику, что я каблук? Пожалуйста. Что я тоже. Я тоже каблук. Ну ладно. Скажи, что ты хозяин. Ну пожалуйста. Каблук. Привет, друзья. Закроили. Всем привет. Из Кыргызстана. Привет, друзья. Белоруссия. А шашлыки сегодня все жарили? Напишите, друзья. Кто там, что там жарит? У нас шашлыки, друзья. Кстати, я забыл бедра. А взяли бедра? Да, да, да. У нас еще и бедра. Куриные. У тебя жена молдаванка? Да, друзья. У меня папа молдаванин. Мама украинка. А у меня папа молдаванин. У Гарика целый букет. Мама русская. Бабка молдаванка. Бабка молдаванка. Дед украинец. Дед украинец. Прадед еврей Моисей. Кракопакса едет. Кракопакса к нам. Кракопаксочка. Давай, ждем. Ой, боже. Причем я хочу вам сказать, вы этого не видите. Я вам не могу показать. Дальний Восток привет. Всем привет. У него даже цвет разного шашлыка. Да. Так надо потом поближе. А мы потом покажем. Ты, наверное, возьмешь телефон и вот так. Потому что здесь тени вряд ли будет видно. На собаках кракопакса. На собаках давай. Без разницы. Я не кабук. Я под кабучник. Христос воскресенье. Христос воскресенье. Рига Латвия. Привет. Смотрите. Оно. Видно. Он даже. Вот, вот, смотрите. А, ну это с куркумой. Нет, это с томатом как раз. А, вот он, желтый с куркумой. Видно. Он желтоватый. Да, он желтоватый. Угу. Все ясно. Все ясно. Все ясно. Как пахнет. Очень пахнет. Пахнет. Можно к вам. А, друзья. Ну, что там нормально видно? Да, видно. У нас кум в гостях. Это не папа, это кум. Раздразнили. Друзья, я думаю, что у всех сегодня, наверное, был шашлык. Мира и добра всем. Да, Танюша. Мира и добра всем. Всем мир и добра. Всем мир и добра. Очень на дому. А что в фольге? Кракопакса. Гарик себе будет запекать мясо в фольге. Виктория. Виктория, твой гарик на диете. Да. Люда посадила его на диету. Не на жесткую, но на диету. Поэтому жареного мне нельзя. Я вот в фольге буду это все запекать. То есть я взял этого же всего продукта. в фольгу и буду это запекать. Ну, у нас плюс 13-14, так. Сегодня тепло, друзья. Да, вчера было прохладно, а сегодня теплее гораздо. У нас уже тысячу стоп. Людмила, с днем рождения вас. Виктория, спасибо. Спасибо, Виктория. А мужчина в желтых штанах красавчик. Хо-хо-хо-хо-хо. Хоть один нашелся, кто похвалил. Спасибо большое, человеческое. Все, он ваш. Он ваш на веки. Амнека. 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 У меня вопрос. Да. Если тебе жареное нельзя. Да. Как ты будешь дегустировать? Я по чуть-чуть. Один укус. Хорошо. А как сомелье дегустирует вина? Он же не умеряет в бочку. Так? Я так же буду. Смотри, я пожевал. И выплюнул. Ну да, и положил. Люда потом доест. Смешно. А что нет? Расскажи всем, как ты жевала мне и я ел. Было же такое время? Так, я думаю, бедро. Наташа из Молдовы. Кишинев. Бунасяра. Всех с праздником, друзья. Харьков, Христос Воскресе. Воистину. Готово. Значит, мы снимаем. Ребят, мы снимаем в этом же... Алексей Карманов. Привет, Лешка. Леха Карманов. Леха Карманов. Ты же православный у нас, Леха. Христос Воскресе. Да, все правильно. Все правильно. Астана. Привет, друзья. Всем привет. Христос Инвиад. Боже. Я гатеист, Леха написал. Леха. Отлично, Леха. В любом случае живет в тебе. Главное быть хорошим человеком. Конечно. Самое главное, Леха, что ты хороший человек. Ты хороший человек. Леха, реально, друзья. Кто не знает Лешку Карманова, подпишитесь на него в чате. Я человека знаю уже два года. Общался с ними. Общаюсь. Подпишитесь на Леху Карманова. Лешка у нас. Лех, ты в Европе? Леха там что-то строит у нас. А Кум женат? Кум? Нет. Его сердце свободно. И Кум ушел из кадров. Из кадров убежал. Засмущали Кума. Друзья, все готово. Сейчас будем дегустировать. Я вот не знаю. А давайте я... О, пока мы это... Привет-привет. Всем привет, ребят. Всем. Ну да покажись. Друзья, спите спокойно. Зачем вам это надо? Ребята, честно, оставьте ее в покое уже. Латвия, Игорь, привет тебе. Латвия, привет-привет, Латвия. Что это было? Это упало мясо. Упало мясо. Хорошо, что оно завернуло. Упало мясо. В Эстонии вернулся. Буду тут работать. Лешка в Эстонию вернулся. Ну, Лешка, ты все ближе и ближе к нам. Ребят, да, заберите, пожалуйста, Леху Карманову к себе в друзья. Блин, вот реально бедро просится. Ребят, просится бедро. Смотрите. Эти. 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 Вот одно бедро просится сюда. И сейчас я его замариную. Ой, замариную. Просто за... За пеку. За это самое, как он называется. Зафольгирую. А, ну да. Там же есть метка. Что есть? Ну, метка же есть. Есть одно специальное для... Вот оно бедро. В общем, ажиотаж такой. Если Люда заведет тикток, она обгонит Гаррика. Сто процентов, друзья. Если вы видели, какая она красивая, она точно меня обгонит. Я поэтому ее не показываю, чтобы, не дай бог, не увели. Да уж. Городенской области. Христос воскресе. Всем Христос воскресе. Так, кто где еще, друзья? Кто там, что там празднует? Кто, что отмечает? Том, вы все нашли? Да. А что, лепешки? Лепешки. 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 Я тут углядел... Ага. Ну, мы, как обычно, пожарили шашлык. Кто на шампурах есть? Тут есть на шампурах. Да. Да. А кто они на шампурах? А кто они на шампурах? А кто они на шампурах? Ножом, вилкой. Вилкой. А, лавашок. Конечно. Конечно. А я люблю... Вы как, друзья, любите есть шашлык? Я люблю прямо с шампура. Вот так вот. Он прямо с пылу, с жару. Так, с шампура. Ух! И с томатным соком. Запивать томатным соком. Витаем, Украина. Так, ну, Кума, давай. А, ты поставишь это? Да, я сейчас поставлю этот. Ребята, мне... Ержан тоже шампура любит. Вот, Ержан, ну, Ержан. Я тоже, Алексей пишет. Леха тоже. Да. Я тоже, Алексей пишет. Вот многие любят, как я. Все. Это у нас готовится. Люда же не корова, чтобы ее увезти. Без обид, Люда. Так, ребят, дегустируем. Да. С чего мы начинаем? Такая корова нужна. Надо было взять нож и вилку. Зачем? Пошел просто. Да, давай. С чего мы начинаем? Начинаем мы с томатного соки. Вы уже дегустируете? Да, но лаваш у нас не перебьет. Тебе принести шпажку шашлыка? И как тебе вот этот кусок в рот полез? Ты не представляешь, как он мне полез. Ребят. Я слюной давлюсь. Лучком присыпать. Иди сюда. Иди сюда. Сок течет. А, я хочу гласить. Нет, я хочу в гранатовом соке. Ребят, действительно можно получить гастрономический оргазм. Это очень вкусно. Рецепт. Шашлык с томатным. Что это Марчинга с Гариком. Я Анночка сердечко прислала. Дайте мне, пожалуйста, кусочек этого. Нет, Сашам пуром. Я не съем все. Нет, в гранатовом соке. Ммм. 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 Смотри, Марчинга, аккуратно. Вот он капает. Ой, друзья, вот я покажу поближе. Видно? Что-то у меня тут ничего не видно. Ты... А, вот. Давай по половинке хотя бы. А то мы сейчас так это... Вот, сейчас я... Пока дойдем до последнего. Как наверну. Водочку надо. Даже не знаю, я не готов доесть. Чувствуется. Вкусно мотое сока. Вкусно мотое сока. Реально очень вкусно. Да, друзья. Он получился сочным. С чем шашлык? Это у тебя... Гранатовый сок? Ну, что я вам скажу. Он сладковат. Да. Двадцать минут. Друзья, одну секунду. Друзья, одну секунду. Культурно-массовое мероприятие. Точно. Ну, честно сказать. наверное все таки я предпочитаю классический потому что гранатовом соке он какой-то сладковатый какой-то возвращаю а вы только ловажь далеком да ну и питающие взял сосед жени жени пришел сфотографируется говорит а то друзья не поверят да ладно серьезно да серьезно так я требую классические шашлыки извините я вас отвлекаю да давай мы все-таки по очереди мы попробовали в томате теперь мы пробуем в майонезе или пиве в майонезе и лук пропущены через блендер до пива монет я это мне это тяжеловато слушай ну там пиво уже давно выдохлась единственно майонез привет друзья я хотел я потом ему строю просто нет он просто друзья пиво майонез лук через блендер а лаваш вам не перебивает он нейтральный да пресноватый да как вы думаете почему что реально преснова солили одинаково но мы все делали одинаково но преснова да вот я я не знаю конечно мы что есть попробуем но пока 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 да пока вот как берет к томатном соке в томатном соке пока лидирует еще у меня комментарий по поводу пиво его с майонезом такое ощущение как будто мясо как в муке до влажной чем давая как не прожареным кляне а понимаю поэтому у нас каркапакса но было плюс 13 сейчас сейчас я посмотрю пока что мы его задвигаем на 5 место на 5 место плюс 13 до на первом месте у нас пока лидирует шашлык томатном томатном соке дальше классическую мы подобрались классическому рецепту друзья так это может отдать люди наконец-то дождалась да вот она его ваша она заслужила ты посмотри как она комментирует за кадром я не люблю хлеб я люблю мясо на шампуре да на шампуре не дай бог такую жену ребятки никому любят только мясо но сейчас сейчас это классика чувствуется структура мяса вкусовые а ну тут же еще есть да потому что этот как раз такой вот в гранатовом соке был прям сладкий как сладкий да а это давайте чуть-чуть бы соли кум давайте испробуем мне надо еще попробовать нефига он брешет ну серьезно кум полночи будешь отрабатывать меня сдаешь полночи отрабатывать калории простите жую калории разбрасывать но ребят добавили уксус да я думаю что за кислинка резда поэтому он и классический понятно а я не привык в отличие от рецепта с пивом и с майонезом этот жесткий такой но не жесткий он структурный ну ладно пусть будет друзья люблю есть шашлык чтобы чувствовалось ты жуешь мясо они не вату здесь такое мясо но совсем не мясо а так шашлык должен быть где-то жестковат так прочувствовать его так я не засвечусь нас 1300 друзья спасибо всем огромное всех православных христос воскресе спасибо что со мной в личный путин здравствуйте друзья христос воскресе нам повесили сундук блин прикинь друзья переходим к следующему рецепту что у нас здесь следующий рецепт это наверно тот но не знаю я по крайней мере мне он был интересен больше всего на вкус да да это ну такой кулинарный изыск наверное все таки киви минеральная вода лук и базилик киви минеральная вода лук базилик обратите внимание спасибо огромное за шляпу обратите внимание что в некоторых рецептах мы не указывали лавровый лист а потому что у нас есть только в классическом только в классическом варианте до черный перец присутствует везде но лавровый лист присутствует только в классике сейчас мы попробуем друзья шашлык с киви и скажем вам наши ощущения каковы ну они попробуют а я посмотрю вот так я вам скажу никто меня не слышит напоминает люля да да дайте кусочек ты же его с киви я не ела ела в гранатовом соке все они спать тебе всю ночь вова ленин привет ленин привет ленин фольга не сгорела спрашиваю спасибо что напомнили по мне так это мясо дружием то реально фруктовым немножко при а не забывают многие писали что киви приговор превратит мясо в труху ничего подобного чувствуется структура мяса и такой фруктовый фруктовый послевкусие крутой очень приятно здесь есть еще базилик и базилик тоже дает о себе знать именно в этом рецепте я на самом деле я бы с праздником вова не чувствую вообще немножко я вот есть ну вы же после этого вас с обонянием вы страдаете нет если говорить опять же возвращаемся друзья нашим рецептом мы перепробовали вот сейчас мы на этапе 4 4 рецепта шашлыка 4 рецепта шашлыка я опять же склоняюсь к рецепту в томатном соусе то есть на первом месте на первом месте дайте его попробовать вот этого я все попробовала кроме него сюда и попробовала если женщина просит ей надо дать еще раз повторюсь что рецепте с киви прям было столько да кстати поэтому по поводу этого рецепта с киви очень много разных мнений вот мы попробовали отлично вот я же лидирует на разу рецепт с томатным соком на втором месте я думаю все таки кого подтверждаю подтверждают томатном соке и остренький и и вот чувствуется томат действительно дал на первом месте на на первом месте у нас рецепт с томатным соком на втором месте классический на третьем месте у нас базилик пока что окажем еще но давайте да а ну пока что на третьем месте у нас базилик киви и минералка и на четвертом месте у нас пиво майонез и лук через блендер погнали дальше слушайте да да в томатном соке прям а мясо шея мясо одинаково 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 свиная шея до чтобы не было какое мясо здесь использован только шея свиная шея причем свиная шея остался как раз таки в гранатовом свиная шея от одного отрезали от жопы и по голову дальше поехали пробуем у нас 1500 право первого право первого первые кусочки шашлыка это что у нас это у нас в гранатовом соке с куркумой гранатовый сок попробуйте мне не одну подошли давай оставь свое мнение позже я просто говорю свое мнение отлично я может быть приятного аппетита есть какая-то вязкость не кажется он реально чтоб сладкого сладкого у него есть тоже такое не фруктовая какой-то сложный такой как соус какой-то вот куркума также куркума в общем на первые на первое ощущение он сладкого а потом просто заходит вот этот привкус куркумы после вкуса но его можно нет но он безусловно имеет место бы да да он безусловно имеет место бы друзья мое мнение я бы поставил этот рецепт с шашлыка рядом с киви до базиликом и луком судя потому что там гранатовый сок если бы мы даже использовали как некоторые писали в комментариях а почему не гранат но к сожалению у нас еще не поспели гранаты друзья ждем грузия сочи да по моему там там много это на фруктах я думаю что даже если туда добавить винограда потому что спасибо огромное за шляпу если туда добавить винограда а у меня вкусовые рецепторы воспринимают киви как раз как виноград близко приближенный к этому продукту поэтому добавив любое с фруктами я думаю что любой за мясо дало бы такой эффект ну как вы считаете я просто думаю какие фрукты можно добавить еще какие фрукты можно добавить но опять же я добраю добавил бы виноград я бы также его измельчил в блендере и добавил бы его да да ну да ладно слушайте мы возьмем этот вариант можно экспериментировать но только единственно что мы его наверное попробуем когда будет на мой наш не привозной виноград а именно когда в краснодарском крае да 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 чтобы это был настоящий виноград они выращены в непонятных условиях непонятно на чем мы попробуем этот вариант ну и что у нас получается у нас получается 5 рецептов на четыре места смысле 5 рецептов на четыре места такая но если мы ставим на одну или мы все-таки какой-то из них выделим чуть лучше чем ну я бы что я не знаю я да я не знаю я бы я бы они как-то наравне а у нас все-таки два претендента на третье место да у нас два претендента на третье место ну так случилось тем более мы пришли к общему мнению третейским судом они оба вкусные но оба такие с фруктовой истории поэтому мы на первом месте на первом месте у нас на томатном соке на томатном соке нет 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 одну секунду друзья мы упустили еще такой момент в котором я озвучил в начале здесь кроме того что томатный сок здесь еще и сельдерей сельдерей здесь сельдерей друзья свиная шея лук соль черный перец сельдерей томатный сок все до первое место однозначно первое место однозначно друзей второе место классический 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 шашлык кто рос в детстве я бы вот в классический уксус не добавляла не то ты знаешь а вот у меня на сталь мнение у вас на столице давайте мы эту историю разрешим тоже побольше похоже мы сделаем классический вариант половину мы сделаем с уксусом половину сделаем без уксуса то есть половина у нас будет только лук соль перец лавровый лист и половина только только с уксусом да хорошо нельзя пишут нельзя ребят на вкус и цвет поэтому мы решили что мы следующий раз поэтому друзья второе место прям присуждаем к классическому да мы вот здесь вот прям вот так вот выставим да классическая классический шашлык по классическому рецепту шея лук черный перец лавровый лист и столовая ложка уксуса или больше нет причем друзья как это все мариновалось сдавай еще так вот мы предлагаем уксус яблочный или сок лимона вместо уксуса сок лимона вместо уксуса я тут и уксус то вино сок лимона вот здесь вот сок лимона до что в рецепте с томатным соком мы еще выжимали туда половину томатном сок и с томатным соком и с сельдереем и с луком здесь еще лимон лимон целый лимон просто разрезом и выдавим к на следующий рецепт друзья на принципе их местами мы менять не будем это у нас свиная шея лук куркума гранатовый сок соль перец по вкусу рядом с ним свиная шея лук измельченный блендере киви базилик и минерал и минералка а пиво у а пиво друзья ну и к общему мнению мы пришли что все таки четвертое место и пятое место мы отдаем свиной шеи лук через блендер пиво возможно мы может быть неправильно поняли может мы приготовили не праве конечно это конечно если там нас поправят в комментариях то мы мы готовы мы готовы исправиться друзья но пока что но к сожалению у меня ошибки исправлять хоть каждый месяц мысли каждыми каждую неделю месяц это долго мясо в пиво где вот только что мы о нем говорили мясо мясо в пиво майонез был лишним говорят майонез сметана сливки кефир возможно это все лишнее но опять это рецепт который мы выбрали и по этому рецепту мы тоже приготовили изыски а сельдерей резать или блендерить нет сельдерей резать сельдерей резать сюда просто может быть блендерить даже и блендерить сельдерей сам по себе он такой ну пряный и если его еще и на блендер его будет ума друзья прислушивайтесь к рекомендации моего кума потому что у него кулинарное образование прислушивайтесь друзья я дала быть лапочка вверх до деревня кто предложил нам рецепт томатным соком друзья давайте мы сейчас уже очень это важно ребятки минеральную воду два часа перед приготовлением на кефире паша пишет спутник пашка спутник на пашка спасибо тебе итак это у нас был александр это у нас был александр саша спасибо тебе огромное за наш подписчик в инстаграм ник у него по моему мастер барбекю то есть александр формально подогнали такой проверенный хороший александр мастер барбекю первое место саша нам на самом деле он написал там три по моему или четыре даже рецептом мы взяли из него один чтобы у нас не получилось что мы все аля от одного подписчика поэтому мы взяли один но взяли кстати не самый как правильно сказать оригинальный не самый оригинальный самый оригинальный можно но и он оказался к сожалению частью самым на первом месте повторяем свинина килограмм лук репчатый 600 800 грамм нашинковать присыпать солью одной чайной ложкой хорошенько размять чеснок 5 зубчиков мы добавляли мы добавляли мы же его разминали друзья кто мы все эти рецепты это было вчера в прямом эфире он сохранен в инстаграм поэтому вы можете перейти в инстаграме в инстаграме и в телеге и в телеге чеснок 5 зубчиков раздавить порубить сельдерей один ствол нарубить томатный сок 200 миллилитров сок лимона 1 столовая ложка ну то бишь это как раз у нас получилось пол лимона как мы и выдавили на и соль 1 чайная ложка перец черный молок и дробленый аджика сухая ну аджика у нас тоже было видимо как джика сухая друзья всем маша выложит даже на ютюбе все это там 70 минут этого кулинарного безобразия поэтому я на самом деле рекомендую для того чтобы узнать подробнее рецепт первого места шашлыка до сухая же было аджика это там же чеснок сухая аджика и плюс все александр мастер барбеку саня мастер барбеку классика второе место классика да у нас про месяц классика ну здесь это у нас подписчик из instagram андрей андрюша андрюша спасибо тебе огромное андрей 4097 значит у нас три луковицы нарезаем кольцами порционно мясо нарезать все в емкость туда лавровый лист сломанный в руке сам маринад пол литровая кружка дарут кстати маринад мы как мы делали мы не засыпали это дело прямо мясо соль там и все остальное это все отдельно пол литровой емкости кружку наливаем 3 уксуса две столовые ложки сахара столовая ложка соли это все размешивается и только потом заливая львается водой до до заливать водой и вот эта смесь уже готова новостью разведенная мы заливаем ей мясо с луком ну и соответственно потом все это перемешать и дать промариноваться это второе место это второе место так ну и третье место у нас занимают два рецепта давайте это наша фруктовая история которая заняла почетное третье место начнем мы с гранатового сока с гранатого сока это нас наш подписчик из телеграмма июля телеграмм пасима значит юлька лица свиная шея опять же гранатовый сок не путать с гранатовым соусом не путать гранатовым соусом кольцами соль черный перец куркума кориандр все хорошо пожамкать руками жарить можно через два часа если подержать подольше будет просто супер мы подержали подольше друзья мы не знаем как было бы через два часа мы не пробовали но мы подержали подольше прошли несколько не испортила нет ни в коем случае почетная также третье место друзья да это у нас валерий если я валера если я спасибо тебе огромное за рецепт тоже самое опять же свиная шея крупная соль по вкусу базилик сухой но сухому нет мы сделали на мокром на свежем на мокром кстати не знаю может быть если на сухом сделали было бы нужно по-другому счеток по пряне может быть он передавил бы киви но в любом случае но как есть такие за как получилось так получилось мы свое мнение вам высказали лук полукольцами посолить поперчить все размять в мясе и добавляем мы туда в итоге кивина блендер заливаем все минеральной водой отлично так и почетно да 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 кстати кстати еще скорее или брусника и мы можем попробовать замариновать это будет действительно как томатный сок возможно кисло-сладкий такой вкус итак друзья почетное четвертое место мы присваиваем кто нам написал кстати надежда аксененко надежда аксененко написали в телеграме телеграм надежда аксененко спасибо вам большое светлое пиво майонез лук белый 40 широкими кольцами наши вот еще никого другого мяса ребят все эти рецепты это не говорит о том что это панацея это панацея и других нет нет потому что вкусы у всех разные мы с кумом допустим переболели царской болезни к видной мы теперь не мы мы можем неделями в карелии на рыбалке не мыться и даже не ощущая того что мы пахнем только медведи за километры могут нас ощутить не подойдя к нам медведь вышел кум перестал мыться еще с москвы друзья не болейте ко всему этому про не болейте я вас прошу пожалуйста берегите себя берегите близких старайтесь быть побольше на свежем воздухе соли предлагает еще мясо помидорчики и опять чередовать вот так на шампуре мясо тоже но не мариновать он просто предлагает мясо почему мариновать можно классический рецепт друзья здесь нет мяса по классическому рецепту или делу нет пределу рецептов именно маринада шашлыка поэтому мы попросили нам понравилось мы это все ареновать нужно обязательно конечно безобразие решили вам просто показать поэтому спасибо кто это все прислал спасибо кто был с нами мы старались они старались друзья я тоже вот и большая молодец кстати ты знаешь работать суфлером нам еще раз скажем что если вам зашел такой формат мы готовы продолжить эту историю рецептов на мангале до большой разори разданта мы можем уйма мы готовы перепробовать разные национальные кухни да кстати разные национальные кухни это будет намного интереснее потом объясню почему потому что мы-то выросли на постсоветском пространстве и соответственно допустим у нас молдавии одна кухня кун родился и вырос краснодар краснодарский край кубань совсем другие рецепты и интересно будет когда допустим мы берем рецепт восточный какой я сейчас просто обобщаю да и парень из молдавии допустим приготовить тот же узбекский плов понимаешь уже получится но у ребят будет узбекский плов по молдавски или молдавский плов по узбекски классно мы с вами будем наблюдать как это будет работать да кстати недавно новость слышали ждать узбекистане села тарелка летающая но не может улететь просто братья узбеки жарят в ней плов братья узбеки люблю вас на этом всем приятного у нас там просто еще пару человек который слюной зашлись и никак не было так что спасибо всем большое кто был с нами обязательно напишите в комментариях всех с праздником христос воскресе православный до новых встреч в эфире всем спасибо можно мне пожалуйста телефон и со своими подавать со своей тик токовской семьей и с инстаграмм и друзья я не обещаю что сегодня буду не пропадает нам надо сейчас это все попробовать